Добрый день, уважаемые посетители самых разных сайтов. Уверен, что это интервью будет смотреть везде. Мы находимся сейчас на мероприятии нефорум блогеров. Очень странно, что нас позвали на нефорум блогеров, но здесь есть Дэн Русс. Здравствуйте, вы блогер? По совместительству блогер, но все-таки в основе своей стример. А чем стример отличается от блогера или видеоблогера? Я полагаю, что блогеров подразделяют на лайв-блоги, игровые блоги. Вот сегодня я занимался как раз лайв-блогом и немного игровым. Чем отличается от стримеров? Да ты знаешь, чем отличаются? Мы в игры играем, в Warcraft стримим, да? Они тоже? Они тоже? Я не знаю, на самом деле я так и не понял, чем они отличаются. Есть еще Live Journal, я думал, что он уже давно умер. Тоже полагал. Мне казалось, что именно блогинг текстовый, он уже стал менее популярным, чем пять лет назад, когда был как раз взрыв всяких статей, блогов на Live Journal. Но, оказывается, он живее всех живых. На самом деле, хотелось бы верить ребятам, которые этим занимаются. Но мне сказали, что по факту уже пора переключаться на другую тематику. Хорошо. Вчера было непосредственно самое главное действие. Круглые столы, доклады. Расскажи, пожалуйста, что ты смотрел, собственно, из разных секций. Может быть, что-то тебе особенно запомнилось. Ну, это первый вопрос. Я посетил несколько секций, соответственно, послушал Усачева. У него, кстати, был вчера день рождения. Ты поздравил? Нет? Я тоже. Я тоже, к сожалению, не знаком с ним. Была интересная лекция на тему правового регулирования. Там был балаган. Да, был балаган, но было весело, шумно, задорно. Но я так и ничего не понял. Я полагаю, что я буду отдельно общаться с юристом на тему легализации стриминговой деятельности в том числе. А что еще? Что еще? Ну, естественно, лекцию, на которой ты выступал. Да. И наш коллега из одноклассников. То есть, ну, жаль, что не так много посетителей было, но у нас были конкуренты в лице таких массивных изданий, которые вели лекцию параллельно. Надеюсь, что в следующем году повезет больше. На самом деле мы не предупредили многих людей, что приезжаем сюда. И, возможно, это частично наш недосмотр. Потому что, если бы хотя бы за денек, за два предупредили, тут многие могли бы подтянуться. Согласен. И моя оплошность в этом тоже есть. Но я старался своих зрителей уведомить посредством социальных сетей. Хотя бы кто-то смотрел в онлайне. Была такая возможность, и запись также доступна. Хорошо. Ты сейчас во что играешь? Ну, конечно же, плеера Nones Battlegrounds. Это я интервью надолго. Ну, сколько победок у тебя? Соло, сквад, дуо? Ты знаешь, я играю в основном на Азии. В основном это дуо. Побед не так много. Я думаю, что около 20-30 в общей сложности. По фрагам один матч, два фрага где-то вот так стандартно. Круто, круто. А почему на Азии? Там пусечки играют. Я их называю хлебушки. Они такие странные вообще. Поиграл я на Европе. Я понимаю, что это интервью с Дэн Руссом, но, судя по всему, общая тема есть. На Европе товарищи адекватные по действиям. Ты можешь предсказать все дела. А в Азии, мы, например, играли в скваде, когда как бы по четыре человека бегают. Встречаем двух людей в полях, в непонятном месте, которые там не должны были быть, по идее. Начинается перестрелка, и подъезжают еще двое азиатов на УАЗике. Пытаются нас задавить. Был полный хаос. Мы не понимали, в принципе, почему они разделились. Почему в УАЗике двое? Почему эти тут? Другая культура, абсолютно иная стратегия. На самом деле, действительно, игра отличается на разных серверах. В Америке, как мне кажется, тоже проще играть. В Америке есть фишка с тем, что они в червячков играют и на старте. И в игре они очень любят ползать. Ты бежишь, и рядом с тобой человек ползет. И ты не сразу понимаешь, почему он ползет. Ты бежишь, он ползет, круг за тобой. Можно, в принципе, и пробежать мимо. Такого червячка. И ты стреляешь в него, он так забавно еще умирает. Ты знаешь, у меня ситуация была в финале интересная. Три человека. Я на УАЗике, не удивляйся. Я люблю въезжать на УАЗике в круг. Я задавил одного, соответственно, и застрелил второго. Это было забавно. Вообще хорошая игра. Надеюсь, что ее будут продолжать развивать. Будут турниры в том числе. Ну, турниры уже три штучки было. Помнишь, вот эта вот акция была со стримерами, с игроками. Там есть топ-смод уже какой-никакой. Там уже можно наблюдать. Мне тоже кажется, что у игры хороший киберспортивный именно потенциал. Несмотря на то, что как бы тут каждый сам за себя. И по-хорошему для киберспортивной дисциплины должно быть два участника. Для того, чтобы не было никаких влияющих на скилл факторов. Но, ну, потому что как бы остаешься ты, грубо говоря, три человека, да, классическая тема. Там же, в принципе, не всегда все от тебя зависит. Потому что если два человека синхронно встанут и побегут на тебя, маловероятно, что ты с этим что-то сможешь сделать. Вот. Но, посмотрев на игру таких товарищей, которые хорошо играют, да, посерьезней, мне показалось, что даже несмотря на то, что участников много, все равно на дистанции сильные команды стабильно побеждают. Да, это так. С этим не поспоришь. К сожалению, минус турнира, который недавно прошел, благотворительный. Кстати, они собрали, по-моему, полмиллиона. С чем мы их поздравляем. Я, к сожалению, не участвовал. Участвовали мои коллеги. Они играли на Европе. На Европе играли профессиональные игроки и стримеры. В Америке играли только стримеры. Там было полегче. Я, кстати, могу у тебя познакомить, если ты еще не знаком, с комьюнити-менеджером Сэмми. Если не ошибаюсь, ее зовут. Она может предоставить доступ, в том числе и к спектаторскому режиму. Можно было бы провести, например, среди стримеров Good Game какое-нибудь нечто фановое. Да, на Good Game очень многих эта игрушка зацепила, поэтому, думаю, что будет пользоваться в любом случае популярностью. Уже были предложения провести турнир. Здорово, да. Ops Mod – это хорошая штука. А что после PlayerUnknown's Battlegrounds будешь стримить? Ты знаешь, сейчас на самом деле все мысли о Е3, грядущая выставка ежегодная. Нет, в штаты не поеду. Планирую на Gamescom съездить в Кёльн. Это будет в августе. А в июне, скорее всего, с моими коллегами из ДТФ мы проведем эфир. Сейчас как раз занимаемся организацией, подготовкой. Составляем ТЗ, чтобы при поддержке, соответственно, возможно, партнеров все это дело провести на серьезном уровне. В прошлом году стримили это мероприятие с Ильей. Естественно, пользовался спросом. Тем самым, да, который участвовал в одном из марафонов на Good Game. Давай о StreamFest поговорим. Мы с тобой не общались. У вас был стенд, насколько я помню, большой, хороший, красивый. Ну, не в самом, конечно, таком проходном месте, там далеко, но, может быть, это даже и плюс. Что было на стенде, с какой компанией? И там вроде Игорек с тобой пахал. Да, в этом году нам помогли наши партнеры, коллеги из компании LG. Много шуток было на тему WLG-LG. Как-то так все хорошо срослось. Приятные ребята. Как казалось, даже один университет закончили с коллегой. В общем, разговорились, помогли нам со стендом, помогли с мониторами. Мы разыграли три крутых ультравайт-монитора, за что им огромное спасибо. На самом деле, предложили забрать мне два, но просто некуда ставить, представляешь? Тяжелая жизнь у стримеров. Да, тяжелая жизнь, не говори. На стенде у нас, соответственно, работали наши волонтеры, уважаемые модераторы, за что им тоже огромное спасибо. Людей было много, кто-то приехал из дальних городов, увидел зрителя, которому 55 лет. Это меня немного смутило, потому что я понимаю, что я часто дурачусь во время эфиров. Подожди, тебе же 45, там же аудитория приблизительно та же. Ну, тут, смотри, на 10 лет старше, это все равно возраст. В общем, рад был всех видеть. У нас был заготовлен план, программа, все расписано по минутам. Но в итоге я на протяжении пяти часов фотографировался, даже загорел от вспышек, фотоаппаратов. А Игорь ГХК за меня отдувался. Воздашли ему огромное спасибо, развлекал аудиторию. Играл и в интерактивный Half-Life свой любимый, и Overcooked, замечательная игра кооперативная. Танцевали мы в прямом эфире. В общем, все было хорошо. StreamFest, несомненно, прошел лучше, чем в прошлом году. Было много зрителей, и процентов 30 даже я не был с ними знаком. Я частично восполнил этот пробел. Все интересные, хорошие ребята. И я заметил, что молодое поколение, да, в принципе, оно отсутствовало там. Минус, наверное. Ну, не знаю, минус или нет, я был удивлен. Потому что, возможно, за стоимостью билета, хотя тысяча рублей, можно было сэкономить на завтраках. Да, мне тоже показалось, что аудитория у нас повзрослеет, чем на Игромире, на том же самом. И если говорить о StreamFest без привязки к твоему стенду, а чисто как участник, мероприятие, чего ему не хватает, чтобы к следующему третьему StreamFest ты бы со стороны зрителей исправил? Ну, я думаю, что данное мероприятие уже обретает какой-то массовый характер, и в конференц-зал мы уже не влазим. То есть нужно искать мест побольше. Наверное, стоит решить проблему с интернетом, потому что в этом году были проблемы. Если бы не ледокол с GoodGamer, который перенаправил поток, были бы дропы. Ну, я не знаю, стоит ли называть провайдера. Это была када, там весел огромный баннер, мол, с нами веселее, с нами быстрее, но по факту, да, было весело, но не слишком быстро. Так что, если кто-то смотрит из-за када, прошу решить эту проблему в следующем году, потому что StreamFest это все-таки прямое онлайн вещание, прямой поток. Естественно, хорошая реклама провайдера, если все проходит без сучка и задоринки. Что касается каких-то дополнительных вещей, мне кажется, в этом году хватало и развлекательных зон, и турнир даже проводился. Возможно, стоит обратить внимание на вообще список участников, потому что в этом году приглашали даже, так скажем, каналы, которые добились своей популярности, псевдо-популярности посредством ботов. Да, были такие замечены. Это может отразиться на репутации данного мероприятия. Не знание сыграло свою роль или как раз хотелось добиться этой массовости. Здорово. Ну и напоследок, если что-то хочешь сказать, то да, там много людей, которые тебя смотрят, любят. Привет. Да, передаю привет всем бобрам, в частности. Не забывайте, что чат GoodGamer все-таки читается. И да, да, абсолютно точно, даже на StreamFest у нас на как раз втором большом ультравайт-мониторе был чат GoodGamer отдельно. Правда, никто не пишет, потому что наш плеер не появляется там в списках. Но, да, в любом случае, спасибо большое GoodGamerу, спасибо Ледоколу за помощь. Всегда, на самом деле, администрация GoodGamer хорошо относилась и относится к нашему каналу. Что такое? В общем, ребята, спасибо, до новых встреч на эфирах.